Александр Тимошенко 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 Думаю, получилось. Этот сезон был удачный. Мы считаем, что удачный. Ты все время говоришь «мы», я туда-сюда. Будь ласков, расскажи, пожалуйста, почему ты говоришь «мы». Расскажи, пожалуйста, про своего тренера или кого-то, кто, чего и почему. Хотел бы сказать, много слов хочется сказать. Мой наставник, Дмитрий Владимирович Сметанин, он же мой наставник и тренер, и спонсор. Ну, в принципе, отец второй мне родной. И там все близкие, там есть еще люди близкие. Это мама его, супруга его, мой отец, который меня поддержит. Но Дмитрий, это, пожалуй, сейчас главный человек в жизни, который мне помогает и ведет меня. Ну, у нас все получается. Он мозг, я, как говорится, выполняю все его рекомендации, советы и наставления. И у нас все получается. Пожелание какой-то другим молодежи, в частности, в этой части. Нужен тренер, не нужен тренер. Кого слушаться, кого не слушаться. Я считаю, что тренер нужен. Именно тот, который тренер, который находится рядом. Ну, там, есть люди, которые советуют что-то по интернету. Сейчас это модно стало. Но это не то. Наставник, он рядом должен быть. Вот в этом сезоне, у нас сезон начался, мы практически на полтора месяца с Дмитрием, ну, в принципе, 23, наверное, часа из 24 вместе проводим. То есть мы вместе жили, вместе... Ну, он меня ввел прям. Строго по диете, строго по тренировкам. Поэтому прогресс, я думаю, налицо. То есть, судя по тому, что ты исчез из интернета где-то месяц назад, полностью обрубил все концы. Я так понимаю, Дима тебя заграбастал себе, так сказать, куда-то за пазуху, оградил от внешнего воздействия. Ну, мягко говоря, приковал к батарее. Ну, да, да. Но он сам отградился от всего, в принципе. Он тоже, как бы, жили у его мамы, которая нам помогала, нам и кушать готовила, там, и еду готовила. То есть жили по режиму оба. Он от семьи отдалился на какое-то время. И я тоже. Поэтому мы... Ну, работа, 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 это получилось, на твой взгляд, на какую оценку выполнена? Ну, мы считаем... Ну, я не знаю, как-то странно, конечно, оно... Людям виднее, наверное, ну, многие подходили, говорили, что за год мы, ну, очень сильно изменились. Думаю, это показатель, что другие это видят. Ну, мы немногие, мы такие, так сказать, эксклюзивные. Я хочу заметить, что мы тебя вычислили на начальном стадии твоей подготовки еще. И заметили, что у тебя будет прогресс и будет результат. Следующий такой вопрос из этой же оперы. Закончил ты выступление в этом сезоне или что-то еще будет? Ну, вот Олег Макшанцев пригласил турнир, там, 9 мая в Москве состоится, там, коммерческий. Да. Вот. Ну, мы там будем, да, мы будем выступать. А чемпионат Европы? Хотелось бы, ну, хочется, конечно. Не, нужно, значит, хочется виза, паспорт. Вот, как бы, хочется одно, а, как бы, это же продумывается ситуация. Сейчас, если ехать в Испанию, то нужна виза. Ну, не планировали. Хочется, но пока не планировали. Наша цель была основной, это Россия все равно. Россия. Показать на России всем, что мы можем. Мы можем. Ну, я думаю, что у ребят получилось, и не только я так думаю, и протокол так думает. И хочу сказать, что надо Андрюхе и, так сказать, Димке пожелать дальнейших успехов и следовать правильным курсам вместе с нами, с порталом islabs.ru. Да, кстати, Александр Викторович, там, и по интернету, ну, поддержал, поддержил, как мог. Спасибо большое. Давай, удачи, Нич. Спасибо большое. Спасибо.